Девушки отдыхают В этом году конкурс собрал 37 молодых музыкантов из России, Белоруссии и Сербии, которые приехали не только за победой, но и показать свое мастерство и насладиться невероятной атмосферой творчества. Конечно, впечатления от этого места во многом станут впечатлением на всю жизнь до каждого молодого музыканта. Я считаю, что благодаря этому сотрудничеству, дружбе с Эмиром Кустурицей, с нами и со всеми, кто помогает, мы смогли сделать потрясающий фестиваль. В эти дни, вот уже 11 лет, музыка звучит во всех уголках Древенграда. Все, как и задумывал знаменитый режиссер. Этот фестиваль – продолжение моей старой идеи о том, что Древенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Участники конкурсной программы выступали в четырех направлениях – вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. География впечатляет. Российские музыканты приехали из Москвы, Петербурга, Омска, Томска, Тюмени, Ханты-Мансийска. Была даже участница из Ноябрьска. Всех объединяет любовь к классической музыке. Моя мама работала концертмейстером в музыкальной школе, и поскольку я регулярно слышала звук флейта, мне он понравился, и я решила попробовать сыграть на ней. Победителей определяло международное жюри. Молодые музыканты получили награды – золотую, серебряную и бронзовую матрешки, созданные специально к конкурсу российскими мастерами, как символ единства славянских народов, связанных общими историческими и культурными ценностями. Жюри было сложно выбирать среди такого количества талантливых артистов. В результате победа досталась сербскому скрипачу из Белграда Матия Спасоевичу. Призовые места с ним разделили пианист из Омска Сергей Баженов и минский саксофонист Дмитрий Шувалов. В основе моей победы – вера. Вера в себя, в Бога, в мое ремесло и в то, что мне дан талант. Эта победа, конечно же, очень поможет мне в будущем. Спасибо профессору Кустурице, что он создал этот фестиваль в таком прекрасном месте. И спасибо всем организаторам и музыкантам, которые ему помогли, за то, что дали нам, молодым исполнителям, возможность показать свой талант именно здесь. В дни конкурса музыканты и гости фестиваля наслаждались насыщенной культурной программой. Состоялись две премьеры драматической оперы «Шум леса за полем» и оперетты «За кулисами оперы», а также выступления молодых исполнителей, обладателей наград престижных музыкальных конкурсов. Фестиваль классической музыки «Кустендорф Классик» с момента своего основания проходит при поддержке компании «Газпромнефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». За эти годы цели проекта не изменились – укрепление культурных связей и создание возможностей для творческой реализации молодых музыкантов. Ведь для многих из них это шанс впервые выступить на международной сцене, обменяться опытом и заявить о себе.